Настя, посмотри, как красиво вокруг! Да, это наша уральская природа, а вот это группа горных хребтов Южного Урала под названием Таганай. Таганай? А почему его так назвали? Сейчас мы об этом не только расскажем, но и покажем. Таганай Давным-давно это было. Жил в уральских лесах великан. Богат он был каменями драгоценными. Было у него три сына, которые не имели права на богатство отца. Субтитры создавал DimaTorzok Решили сыновья похитить камни драгоценные. Мешок получился тяжелый. Не заметили братья, что в нем дырка появилась. Камни-то и стали сыпаться на землю уральскую. Великан вернулся домой. Стал искать своих сыновей. Звал их, но тщетно. Сел он на сырую землю и заплакал. Долго плакал, пока не окаменел. Целые каменные реки потекли от слез его. А сыновья тем временем устали, присели отдохнуть. Глядят, а мешок-то пуст. Опомнились они, какой грех совершили. И решили они вернуться, извиниться перед отцом своим. Поняли, какая беда случилась. Испугались до смерти. Да от страха тоже окаменели. Пуще прежнего заплакал отец. Услышала этот плач луна. И решила утешить страдальца. Но подлетев к нему слишком близко, Зацепилась за могучее каменное плечо. С тех пор и зовется великан Таганаем, То есть лунной подставкой. На небесной сфере, по соседству с луной, Расположилось созвездие Пегаса. Понравилась золотому Пегасу природа, И Таганай величественный взмахнул Пегас крылом, И появился у подножия Таганая Город с красивым названием Златоуст. Субтитры создавал DimaTorzok